Итак, ну что ж, Ария, Рома и маленькие любители покушать, и мы продолжаем прохождение такого увлекательного игрушечка, Kerbal Space Program. Я напомню вам, что мы остановились на прохождении, где мы не смогли, к сожалению, выполнить, и я не смогу выполнить миссию по сближению двух космических аппаратов на орбите Кербина. У меня слишком руки с жопой, даже несмотря на все знания, которые я имею по этой игре, выполнить эту миссию у меня никаким образом не получится. И для точного и грамотного выполнения этой миссии нам потребуется автопилот. Автопилот исследуется на вот этой вот технологии, и это улучшенный беспилотник. Она требует от нас 550 очков науки. До этого она требует 300 очков науки, и еще до этого она требует 160. Соответственно, мы можем сами посчитать, сколько всего очков науки нам требуется. У нас достаточно финансов, я думаю, для того, чтобы мы попытались выйти на орбиту Муны, возможно, даже приземлиться туда. И специально для этой миссии у мною был построен и разработан вот такой вот Марк 2, который отправится, собственно, у нас на миссию на Муну. Для его постройки, естественно, были исследованы некоторые технологии, которые раньше не были известны. И все благодаря тому, что за кадром я немножко тут поездил, немножко поизучал, исследовал все здания Кербина, маленьким ровером, который ездил и собирал все эти данные. А также выполнял парочку миссий касательно доставки туристов на орбиту, и, соответственно, у меня получилось скрести столько денег на постройку вот такого вот испытательной нашей миссии. У нас есть автопилот, который позволит нам выйти на орбиту, именно помощник выхода на орбиту, а не полностью выход. И мы его сейчас успешным образом пытаемся активировать и пытаемся сейчас выйти на орбиту. Запуск твердотопливных двигателей. Удержание курса перпендикулярно ядру Кербина. Внимание, возможно, разбалансировка. Рекомендуется выполнить более затратный по топливу маневр. Отстыковка первой ступени и активирование двигателей на жидком топливе. Собственно, вторая ступень у нас представляет из себя 4 двигателя-факел и 1 вертлявый двигатель. Все они работают синхронно, благодаря тому, что эти баки подключены к этому баку. И как только эти 4 двигателя у нас перестанут работать, у нас будет 1 вертлявый, с помощью которого мы сможем выйти на орбиту. Отстыковка вспомогательных ускорителей. И наш перигелий составляет теперь 70 тысяч метров над уровнем Кербина. Это значит, что мы с вами вышли на первую космическую скорость и вращаемся вокруг нашего Кербина. У нас сейчас полностью пилотирование под нашим Кербином. У нас тут нету достаточной линии снабжения связи, потому что недостаточно науки у нас на изучение всего и вся. И сейчас мы будем с вами пытаться совершить маневр, который выведет нас на сближение с маной. Попробую сделать это я с помощью нашего планировщика маневров. Мы можем это себе сделать, поскольку у нас уже изучена эта технология, и наш искусственный интеллект может это сделать. Ты же можешь это сделать, Виии? Всегда к вашим услугам, сэр. Замечательно. Тогда выполняй, я маневр у тебя построил. Выполняю корректировку маневра. Выполняю корректировку положения космического аппарата в пространстве. Выполняю маневр ожидания до начала старта. Старт двигателей. Отстыковка используемой ступени. Внимание, для выполнения маневра задействованы ресурсы для посадки. Предпримите действия. Теперь в определенной точке, если я все правильно понимаю, мы сможем с вами сконнектиться с муной. Теперь мы летим к этой точке, но прежде чем мы до нее долетим, я хотел бы посетить еще одно место. И это высокая орбита над Кербином. Здесь же в этой точке мы смогли бы собрать парочку научных данных, которые помогут нам в исследовании. Теперь мы успешным образом вышли на пролет вокруг муны, и я хочу скорректировать здесь и построить стабильную орбиту. Для этого нужно нам в перигелии нашем начать торможение. Начинаю маневр торможения на высокой орбите муны. И получается мы успешным образом вышли на стабильную орбиту вокруг нашей муны. А значит то, что сейчас мы можем с вами собирать научные данные. Нашим ученым естественным образом приходится выходить в открытый космос для того, чтобы восстанавливать все материалы, которые были использованы во время проведения экспериментов. Сейчас мы будем с вами попытаться как-то сесть без автопилота, полностью на энтузиазме и полностью с импровизацией. Для начала пытаемся в перигелии выполнить остановку нашего космического аппарата до минимальной примерно орбиты. Примерно 110 тысяч метров хватит. 98 тысяч метров орбита была достигнута. Сейчас мы создаем маневр торможения так, чтобы наш апогелий составлял примерно такое же число. Но к сожалению, как только мы достигли обратной стороны муны, а где мы сейчас и находимся, связь с ЦУ была полностью прекращена. И сейчас Боб Кербин, наш ученый, полностью один в этом бескрайнем космосе. Сейчас по-хорошему мы будем пытаться затормозить и затормозить в кратере. Но вот вопрос, насколько у меня сильно это получится, это уже другой момент. Нормально, в принципе, точка приземления примерно меня устроит. Топлива у меня еще целых 2000 дельта В, это хватит, чтобы долететь еще до минуса при желании. Примерно на 50 тысяч метрах мы будем пытаться затормозить. Выставляем наш вектор движения против движения. И пытаемся затормозить, сбросив свою скорость поверхности примерно до 200. Даже модерновато с вами начали тормозить, это что я понимаю. Давайте сейчас еще сбросим, попробуем высоту. Примерно до 10 тысяч. И здесь уже пытаемся затормозить полным ходом. Пока мы летим, я умудряюсь собирать еще какие-то данные по ходу движения. Но это очень прям крохи науки. Благодаря тому, что, в принципе, приземление происходит по плану, мы садимся на стороне Муны, которая в данный момент освещена. Но мы все равно можем включить освещение и уже пора, мне кажется, выдвигать шасси. И мы уже почти, получается, коснулись поверхности. И нам остается лишь поддерживать такую минимальную скорость для того, чтобы наш космический аппарат просто банально не разбился и нормально смог приземлить. И, конечно, не без косяков, но наше приземление на Муну произошло успешно. Абсолютно нет никакой связи. И ЦУП сейчас, конечно же, беспокоится о нашем Бобе. Но ничего страшного, может... Связи нет, но голоса есть. Ладно. Видимо, так должно быть. Мы выпускаем нашу лестницу. И это гигантский шаг по изучению нашей науки. И гигантский шаг для всего керболечества. Сейчас же я хочу первым делом установить здесь флаг. И теперь я хочу взять немножко образцов грунта. И также положить обостановки. Замечательно, мы сделали все, что могли в этом кратере. Сейчас же мы воспользуемся немножко нашим реактивным ранцем. И попробуем восстановить данные всех наших технологий. Ведь я, пока летел, пытался тоже собирать. И, соответственно, немного исследовательские материалы были повреждены. И теперь мы проводим все необходимые исследования. Проведя все исследования и собрав все данные, мы снова восстанавливаем все наши научные модули. И смотрим сейчас по состоянию нашего корабля. У нас даже слишком еще достаточное количество окислителей и жидкого топлива для разного рода маневров. По количеству еды, воды и кислорода у нас целых еще 42 дня. Что является очень даже слишком большим числом, пожалуй. И я бы хотел, если у нас так много еще ресурсов осталось после этой миссии, я бы хотел выйти из этого биома. Конкретно этот кратер является отдельным биомом. И посетить какой-нибудь другой, возможно, кратер, а возможно, просто поверхность муны, для того, чтобы собрать и повторить все те же научные данные. Для этого мы убираем нашу лестницу. Попытаемся выйти, допустим, сейчас будем лететь вправо. Достигнем небольшой такой высоты и снова будем пытаться приземлиться. Мы достигли желаемого апогелия, и наша траектория представляет из себя нечто такое. И примерно меры стоприземления будут рассчитываться вот здесь, я думаю. Мы пытаемся сохраниться и, соответственно, приземлиться в другом нашем биоме. Начинаю маневры торможения. Потеря стабильности аппарата из-за неровного грунта. Да, нормально, приземлиться, это не мое, видимо. И пытаемся как-то сохранить данные научные, исходя из данного положения нашего. Все, что могли собрать, мы собрали. И пытаемся как-то выйти из этого положения очень тупым способом. Ага. Что у нас по итогу после этого маневра вышло? Ну, у нас большая часть нашего аппарата сохранена. И пытаемся выйти на орбиту, используя то, что мы сейчас имеем. Мы вышли на орбиту вокруг Муныя, но очень нестабильную, и у нас осталось всего 250 ЛТВ. Хватит ли мне этого? Я не знаю. Выйдет ли у меня что-то из этого? Я тоже не знаю. Но я знаю то, что есть возможность, есть вероятность того, что мы все-таки попадем на Кербин обратно. Мы вышли на какую-то примерную орбиту вокруг Кербина, и сейчас будем пытаться по гелии все-таки затормозить. Главное, мы вышли с вами из зоны влияния Муны. У меня... Я понял то, что тот маневр было делать вообще не обязательно, и вообще его не нужно было делать, и зря я его вообще сделал. Потому что раз из десятой только попытки у меня вышло все-таки выйти на орбиту таким образом, что перегелий составил 12 тысяч метров. Но в следующий раз зато мы будем гораздо умнее. Мы сейчас продолжаем лететь, в надежде на то, что у нас что-нибудь да получится. По непонятной причине тепловой щит у нас решил от нас сбежать, но это нам не помешало пройти плотные слои атмосферы. К сожалению, сейчас темно, и я тоже ничего не вижу так же, как и вы. Вот эти вот наши контейнеры с научными данными, которые нам так нужны, и спасли вот эти вот радиодинамические обтекать. И они приняли на себя основные удары, и они тоже взорвались, и это самое главное. А также у нас открылись первые наши спасательные парашюты, которые служат для того, чтобы сбить большую скорость нашего движения. И сейчас примерно при достижении 5 тысяч метров я буду открывать вторую группу парашютов для торможения. Наш полет составил целых 4 дня, практически ровно. И мы возвращаем наш космический аппарат вместе с нашим Бобом, и вместе с успешно завершенной миссией. Так, мы получили с вами полторы тысячи науки за миссию, и наша наука сейчас 1700. Интересным, я смогу с вами сразу открыть эти бесплодники. Да, у меня по идее хватает науки, но не хватает уровня научно-исследовательского комплекса. Мы его улучшаем, потому что финансы нам позволяют, и мы теперь можем успешно выполнять стыковку. Теперь все-таки мне придется выполнить вот эту вот миссию. Запуск первой части выполнения миссий. Отстыковка твердокопливных ускорителей. Успешный вывод корабля на орбиту Кербина. Мы переходим в наш космический центр. Сейчас мы будем строить, пытаться второй космический аппарат, который будет способен выполнить подобную миссию. Запуск второй ракеты. Отстыковка первой ступени. Процесс выхода на орбиту завершен. Орбиты мы с вами достигли даже большой, но Дельта В у нас слишком много, так что мы не паримся с этим. Так, мы теперь должны активировать, по идее, автопилот сближения. Хотя бы пока что на 500 метров, для того, чтобы сделать его более точным. А сейчас вот мои пальчики, которые не касаются ни клавиатуры, ни мыши. Мы полностью наблюдаем за работой нашей бобены, которая сейчас успешно справляется с нашей миссией. Произвожу протокол сближения космических кораблей на орбите Кербина. Произвожу корректировку орбиты. Выполняю протокол ускорения для меньших временных затрат отстыковка последней ступени. Произвожу маневр торможения с последующим сближением аппаратов. Активация протокола торможения с целью совмещения скоростей космических аппаратов. Сближение на 500 метрах выполнено успешно. И вот мы уже можем наблюдать буквально в наш иллюминатор ту самую станцию Марк 1 М2. Замечательно, у нас уже засчиталась ачивка, что мы выполнили сближение космических аппаратов. Мы отключаем автопилот. Он нам не нужен. Мы сейчас просто выравниваем наши космические аппараты. И отсюда мы кербонавтом, получается, летим к нашей той станции, для того, чтобы пересадить одного кербонавта из одной станции в другую. Получается, я нашего кербонавта сюда успешно сажаю и выполняю эту миссию. Замечательно. Я не знаю, что делать с этой ракетой. Возможно, эту ракету я просто впоследствии собью. И сейчас, благодаря нашим технологиям, которые мы открыли, вот, есть у нас помощник в посадке. Мы можем установить цель на КСП-пад и посадка в цели. По идее, с помощью этого мы сможем нормально посадить наш космический аппарат вот этот вот. Произвожу автоматическую посадку вблизи космодрома. Корректировка маневра. Старт двигателей торможения. Отстыковка ускорителей и аэродинамическое торможение. Продолжение абиллятором. Раскрытие парашюта. Ну, практически с небольшой погрешностью, естественно, мы приземлились недалеко от нашей КСП-пада. И я считаю то, что эта миссия прошла более чем успешно, и замечательным образом у нас она завершается с открытием этого самого парашюта. Ну а на этом пока что всё. У микрофона был, как всегда, ваш покрыт слуга Мамору. Я напоминаю, что дальше только интереснее. И я не прощаюсь. Параш. Параш. Зайдем с ругами. Продолжение следует...